Всем привет, дорогие! Мы сегодня с мужем едем вдвоем прогуляться по карьерам в школе. Сегодня пятница, а сегодня наша годовщина свадьбы. Мы уже 11 лет вместе. Да, вот такая вот серьезная большая дата. Заехали, начали позавтракать. Наш любимый семечник. Название. Семечник. Взяли тарелку с завтраком. Какие даты? Короче, 300 лет. Тарелка с завтраком, это мы на 2 берем. И чай. Он уже разбавляет воду, потому что я горячее не пью. Он, кстати, тоже так теперь делает. Хотя раньше никогда так не делал до знакомства со мной. Я с подарочком. Я взяла еще на 2 колья. Я с собой дым саняшку. Эллер тетрия. Тарелка с завтраком. В общем, одно колье вот это я сейчас сразу надела. По-турецки называется шамс. Короче, который принесет сюда, что повышается. Но они уже, в общем, как бы, типа не в моде, поэтому их мало моделей осталось. Но мне именно это понравилось, потому что здесь, с этой стороны, если не ошибаюсь, есть, как бы, сердечко с колечком. Колечко такое же, как мне муж подарил на помолвку. То есть, когда мне делал предложение, такого положения, ну, в общем, с камушком подарил мне. Здесь тоже такое висит. И мне показалось, что это, как бы, будет такое, как, ну, символический, да, подарок на годовщину свадьбы. Поэтому именно вот это я захотела. А второе мне просто, я вам показывала в магазине, понравилась именно модель, так оно смотрится. Это, как бы, еще, знаете, можно сказать, что, может быть, бижутерия, там, или что-то, не прям, такое, явно, что именно золото. А вот то, второе, оно, как бы, такое, ну, прям, видно, что он дорого-богато, так скажем. Хотя, я, честно, не люблю, прям, такие вот, украшения стильные, которые вызывающие. И я поэтому, когда заходила в магазин, сразу говорила, что у меня что-то такое утонченное, да, на каждый день я говорила, да, вот именно, по-русски. Потому что они все предлагают, прям, такие вот, ну, такие вот, какие-то там, ну, чтобы, понятно, подороже. Ну, кстати, арабию, сундук, это вот золото, все такое, чтобы вот так все висело. Но мне нужно именно, ну, не куда-то там выйти, да, в нем, там, не знаю, на свадьбу, разбойку. Мне нужно именно, ну, после денег, чтобы я вот так пошла, подела и пошла. И вообще, я люблю колье носить и не снимать. То есть, я не сплю и кухаюсь. Ну, кстати, не знаю, буду ли я как делать. То есть, все-таки, здесь такие детали тонкие. И я, конечно, еще не отломалась. Но в целом, с теми колеи, которые у меня до этого года, то я вот так вот с них, у них постоянно ходила. Пошел Кешки Ролу. Это, в общем, фирма, которая делает там баклаву, турецкие сладости. Здесь их ресторанчик такой, и там у них можно купить сладости. В общем, он же решил баклаву купить, захотелось ему. Если баклава раньше была по доступным ценам, то сейчас уже такие, конечно, цены на нем сильно не накупят. Не знаете. Ну, в принципе, как и на все, наверное, в ту цену. Обильное, конечно, что так все происходит. Уже дома, Миру со школы забрали. Хотела вам показать, что он уж купил в этом магазине сладостей, да, турецких. Вот, чтобы вы понимали, 582 лиры он заплатил за вот такие вот две маленьких коробочки. Он тут уже подъел, конечно, они были полностью заполнены. Вот так вот, это кадаив. И здесь баклава. Вот был еще один кусочек. Четыре кусочка баклавы и кадаив. Вот это все почти 600 лиры, представляете? Такие сейчас цены сумасшедшие. Вышла на балкон показать вам нашу осеннюю погоду. Еще похвастаться вот такой вот новой кружкой. Сейчас вспышку включу, покажу вам поближе ее. Смотрите, вот такая прелесть. Это я кофе себе налила. Буду сейчас пить кофе. А погода у нас вот такая уже осенняя. Вечерами прохладно. Днем на солнышке, конечно, жарко. Вечером уже так прямо хочется ветровочку, курточку одеть. Так что уже осень, по-моему, в разгаре. Вот такая чашечка. Это я заказала на трендиол. По-моему, 60 лир или что-то. Ой, 60. 70 или 60 лир. Что-то такое она стоила. Я две штучки заказала. Она как стакан. Из плотного такого стекла. Но как-то слишком он сильно нагревается. Горячее держать сложновато вот так. Хотя кофе не прям кипяток. Потому что я еще холодным молоком разбавила. Но не сильно так поддержишь. Но смотрится очень инстаграмно. Телегий, окружающий, 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 окружающий. Балаловый вкус, гулять. Так, девчонки, я увидела в инстаграме рецепт, который называется, кажется, яланджи субюрри. И, в общем, ну если перейти на русский, это ленивый турецкий пирог будет. Короче, берете вот такую вот ювку, это такие, в общем, тонкое такое тесто для бюреков. Я разрезала еще напополам, но рецепт просто было. Сложить ее вот так вот, на руку неудобно мне, поэтому, и вот так вот разрезаете ее. И получаются вот такие вот, видите, полосочки, ленточки. Сейчас покажу, что дальше делать. Вообще, это листы ювки, они вот такие вот, один вот этот лист раскрываете, там даже несколько, по-моему, внутренний, он такой большой становится, на большой пирог. И если по-правильному, то нужно вот этот вот большой лист, его как бы смачивают, и потом вот так вот, как бы жмякаем, жмякаем вот так, складывая вот так вот, получается вот этот вот пирог. Но так как это у нас ленивый рецепт, то вот такими вот полосочками нужно сначала это тесто разрезать. На такие полосочки вот так разрезала, и потом, когда вы берете, просто они расслаиваются, видите, на ленты такие. По-русски, кажется, это тесто называется филофиле, нет, фило, наверное, тесто фило, да. Вообще, я думаю, что можно заменить его на тонкий лаваш, похоже очень он на тонкий лаваш, видите, такой тоненький-тоненький армянский лавашик. Раз, в принципе, и будет вот это тесто. Сейчас буду еще начинку делать и соус, на него нужен. Соус, кстати, такой интересный, из минералки. Там, мне кажется, яйца, минералка, молоко и масло, что-то типа того. Ну, если интересно, подпишу, кому нужен рецепт, пишите. А то скину вам конкретные пропорции. Смотрите, такой соус получается. Молоко, яйца, масло и минералка. Спеянница из-за минералки. Им нужно будет этот пирог залить. Еще начинка сейчас буду делать, это творог и немножко творогового сыра. Так, смотрите, выложила один слой вот этого вот теста. Потом залила половиной соуса. Сверху вот этот вот турецкий творог, лор, пейонир. Он у них такой солоноватый, не как наш. Теперь вот еще кошар. Хотя вообще кошар это твердый сыр турецкий. Вообще я думала, что его не кладут в этот пирог. Ну, не знаю, так в рецепте было, и мне кажется, что, в принципе, не помешает он. Потому что это все потом в духовку, и прикольно будет, да, сыр расплавится вкусно. Так, теперь все это, видите, у меня творог еще остался. Все это вторым слоем вот этого вот теста и опять залить вот этим вот оставшимся соусом. И потом он должен постоять минут где-то 40. И можно его выпекать. Субтитры сделал DimaTorzok